Всем здравствуйте! Скажу честно, на памятник Петру Первому я наткнулась случайно. Обычно в теплое время года мы ездим в графство Дорсет для 16-18 километровых прогулок по побережью. У кого-то есть потребность ходить в джим, у меня же есть потребность в ходьбе. В прошлом году из-за строгого карантина никуда не забыла выехать за пределы города и пришлось накручивать свои километры по набережной Темзы и каналам. Для короткой прогулки я обычно обхожу Isle of Dogs по внутренней стороне полуострова, а пройдя по подводному переходу по Темзой можно попасть в Гринвич парк. О подводном переходе я рассказывала в своем видео о Гринвич парке. Я оставлю в описании ссылку на это видео. И вот, решив однажды обойти Isle of Dogs по другой стороне реки, я и наткнулась на памятник. То, что Петр Первый изучал искусство кораблестроения в Голландии и Англии, является известным историческим фактом. Но то, что в Лондоне стоит памятник Петру Первому, для меня явилось открытием. Для тех, кому интересно местонахождение памятника, вот указатель на карте. Это уже не район Гринвич, а соседствующий район Депфорд, где собственно и были кораблестроительные доки, в которых проводил свои дни Петр. Хочу заметить, что эпизоды для этого видео снимались в сентябре, поэтому не удивляйтесь, если увидите людей в майках, валяющихся на траве. Русский царь и его посольство прибыло в Англию 11 января 1698 года по личному приглашению английского короля Уильяма Третьего, который одновременно являлся правителем Соединенных Провинций Нидерландов. Английскому правительству было нелегко найти в Депфорте приличное и удобное помещение для царя и его свиты. Самым подходящим для этой цели оказался дом выдающегося ученого-ботаника, садовода и автора исторических записок Джона Ивлина. Приехав из Голландии в Англию уже опытным корабельным плотником, Федор за три месяца, проведенных на королевской верфи, изучил английскую систему постройки судов, приобрел необходимые сведения для учреждения верфей и вникнул во все порядки морской службы. Царь посетил обсерваторию в Гринвиче, Оксфордский университет, Тауэр, Монетный двор, хранителем которого на тот момент был Исаак Ньютон. Петр также посетил Кенсингтонский дворец для визита королю Англии Уэлему Третьему, где король уговорил Петра позировать для портретов, который до сих пор висит в галерее дворца и, по словам современников, очень хорошо передает внешнее сходство царя. И вот это полотно ирландского художника Даниэля Маклиза, жившего в 19 веке, также было навеяно визитом Петра в Англию. Автором памятника является скульптор Михаил Шемякин и памятник был установлен в 2001 году. Кстати, в Стрельне на берегу Финского залива есть очень похожий памятник Петру Первому. Автором также был Михаил Шемякин. Но в этом памятнике, кроме тех же Петра и Шута Якима Волкова, также еще присутствует супруга Петра Екатерина Первая и две борзые. Памятник в Стрельне был открыт в 2003 году, уже после открытия памятника в Лондоне. Меня очень заинтересовало кресло. Посмотрите, сколько изображений ушей и глаз на задней стенке кресла. Дома, в котором жил Петр, не сохранилось, но сохранились счета. Я думаю, если вы читали роман Алексея Толстого «Петр Первый», то можете себе представить размах гуляний при дворе. В общем, разнесли они дом. Дому и саду был нанесен ущерб. Сломана мебель, прострелены картины, перепачканы ковры и стены, выломаны замки и печные изразцы. Комиссия оценила ущерб в 350 фунтов стерлингов. На сегодняшний день это 25 тысяч фунтов. И государственной казне пришлось выплатить эту сумму владельцу дома. А если пройти по набережной чуть дальше, то вы попадаете в небольшой парк. По легенде, пьяный Петр, которого катали на тачке, случайно разворотил живую изгородь и в качестве компенсации за ущерб посадил тутовое дерево. Мне лично очень сомнительная идея, что этому дереву более 300 лет, но тем не менее у дерева установлен памятный камень. Посещал также Петр Виндзор и дворец Хэмптон-Корт. История дворца берет начало с 1514 года, когда дворец был построен для фаворита короля, кардинала Томаса Уосли, который он передал королю Генриху Восьмому в 1529 году. С тех пор дворец достраивался и перестраивался с монархами Англии на протяжении более двухста лет. А король Вильям Третий построил дворец в барочном стиле, по примеру Версаля. Дворец Хэмптон-Корт находится 18 км от центра Лондона и туда можно доехать на поезде минут за 40. Очень советую посетить дворец. Очень интересное сочетание разных архитектурных стилей, от тудоровских времен короля Генриха Восьмого до георгианского стиля. Королева Виктория открыла доступ во дворец для публики и управление дворцом было передано правительству. Сейчас дворец находится в ведении фонда исторических королевских дворцов. При дворце есть большой парк, а недалеко от дворца находится Буши парк, в котором до сих пор мирно пасутся потомки оленей, которых разводили со времен Генриха Восьмого для охоты. И кто знает, может быть предки этих оленей видели русского царя Петра Первого. А вот зеленых попугайчиков и серых белок тогда в Англии еще не было. Они были завезены гораздо позже. Канал был заказан королем Чарльзом II перед прибытием его невесты Катерины Браганской, португальской принцессы. Кстати, когда король Уильям III заказал строительство нового дворца в стиле барокко, оригинальный план включал в себя снос всего замка. Но, к счастью, этот план был изменен и часть Тудорского дворца с его огромными кухнями сохранилась до наших дней. Именно во времена короля Уильяма III были заложены сады дворца. Во дворце находится очень красивая часовня, но она действующая и там запрещено снимать. Любопытно то, что к 1737 году король Георг II больше не хотел использовать Хэмптон-корт в качестве королевского дворца. И дворец заполнился жителями, среди которых были вдовы аристократов в стесненных обстоятельствах, которым предоставлялось бесплатное жилье в обмен за службу их мужей монарху. Квартиры продолжали выдавать вплоть до 1960 года. И хотя практика сейчас прекратилась, во дворце до сих пор живет несколько престарелых жителей. Я очень рекомендую посетить дворец во время вашей поездки в Англию, если, конечно, вам позволяет время. Но туда стоит ехать на весь день. У нас в Лондоне сейчас разгар золотой осени. Хотя еще далеко не все деревья сменили цвет листвы на осенние тона. К тому же в Англии много вечно зеленых кустарников и деревьев. Поэтому никогда нет ощущения, что зима действительно пришла. И даже траву на газонах косят в зимние месяцы. Конечно, не так часто, как летом и весной. Вот такие английские зимние хлопоты. А с вами я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok